Добрый вечер! Вы смотрите телеканал ЭТР. В эфире программа Прайм Мацарский. Снова я, Юрий Мацарский, буду рассказывать вам обо всем важном и интересном из того, что происходило за последние несколько дней в мире. Я вот сегодня решил взять историю, на которую в принципе-то обычно мало обращаю внимания. История спортивная. Про спорт в моей программе мы вообще редко вспоминаем, несмотря на то, что люди-то в основном делают ее спортивной и не чуждой здоровым образу жизни. Но тем не менее, как-то раньше в эту сторону не смотрели. Сейчас есть повод поговорить о спорте, тем более эта история чуть шире, чем спорт. Закончено в 2021 году уже не один спортивный сезон, но вот один из самых зрелищных сезонов закончены гонки Формулы-1. Все, все гран-при завершились. Уже известно, кто стал чемпионом мира по итогам всех гран-при мировых, прошедших в этом году. Не обошлось без скандала, вернее даже без целой серии скандалов. В этом году за чемпионство боролось два основных претендента. Это семикратный чемпион Формулы-1, вообще семикратный чемпион мира по Формуле-1, которого зовут Льюис Хэмилтон. Это британский темнокожий спортсмен, который вот все это время шел на восьмое чемпионство. Но он проиграл, проиграл самый последний, вернее не самый последний, несколько заездов проиграл. Но вот Льюис Хэмилтон победил только в восьми. И вот последняя гонка в сезоне была такая во многом скандальная, во многом спорная, потому что лидировал Льюис Хэмилтон, он вот в большую часть гонки шел впереди. Потом вдруг организаторы этих состязаний остановили гонку и с какого-то из моментов перезапустили, что называется. То есть выехал в машины безопасности, всех остановил и все должны были стартовать заново. И уже после этого, после рестарта победил незаслуженный семикратный, кстати, это фактический рекорд. Только два человека за всю историю Формулы-1 становились семикратными чемпионами мира. Это, собственно, Льюис Хэмилтон и знаменитейший Михаэль Шумахер. Так вот, после того, как гонка была перезапущена, только после этого стало понятно, что Хэмилтон проиграл, что теперь чемпионом становится вот этот вот молодой, он по происхождению нидерландско-бельгийский, по-моему, так правильно нужно говорить, гонщик Ферстаппен. Был некоторый скандал, потому что в команде Гамильтона заявляли о том, что не все так чисто, что, значит, это какая-то попытка с манипуляцией, но сам гонщик признал свое поражение. Они обнялись прилюдно, и он сказал, да, все, буду вице-чемпионом, пусть чемпионом будет Ферстаппен. Ферстаппен никаких последствий, каких-то юридических, вся эта история не имела, зато имела последствия эта история, скажем так, уже не юридические, не какие-то там, значит, судебные, а такие уже такие титулярные. Потому что вскоре, буквально через несколько дней после того, как Льюис Хамильтон стал не чемпионом, а вице-чемпионом, проиграл, ну как проиграл, второе место, но тем не менее, не выигрыш в последнем гран-при в сезоне, его принимали не где-нибудь, а в резиденции британских монархов. Принимали не гонщика, посвящали в рыцаре с помощью специального церемониального меча, который возлагался то на одно по очереди, то на одно плечо, то на другое. Ну и, соответственно, после этого Льюис Хамильтон перестал быть просто Льюисом Хамильтоном и стал сэром Льюисом Хамильтоном, кавалером, рыцарем ордена, вернее, правильно говорить, рыцарем ордена Британской империи. Он на эту церемонию пришел со своей матерью, они после этого как раз давали с ней комментарии, рассказывали о том, как это большая честь, о том, как они рады, о том, как они счастливы, что получил, собственно говоря, сам Хамильтон эту награду. Нужно отметить, что эта награда вручается с 1917 года, и в течение достаточно долгого времени к ней относились, скажем так, весьма прохладно, потому что было непонятно, да, зачем она нужна. Есть там более высокий орден Бани, которым награждались за какие-то важные военные заслуги, есть другие ордена, которым награждались люди, которые отличились где-то там на политическом поприще или на коммерческом поприще. Сама награда, орден Британской империи появилась в годы Первой мировой войны. Тогдашний британский король Георг V посчитал, что есть огромное количество людей, которые работают на обороноспособность страны, не сражаются на фронте, не бегут в атаку и не управляют там самолетами или кораблями, а занимаются какой-то промышленной деятельностью, занимаются там медициной, занимаются исследованиями, которые позволяют совершенствовать оружие или которые позволяют совершенствовать медикаменты. И вот для того, чтобы этих людей отметить, для того, чтобы дать им возможность ощутить себя причастными к чему-то великому, он и придумал, король Георг V, и ввел, вернее, наверняка-то придумал не он один, наверняка были люди, которые так или иначе подсказывали ему, влияли на принятие этих решений. Но он утвердил эту награду, награду, которая вручается с тех пор, с 1917 года, Орден Британской Империи, именно так она называется. С течением времени к ней менялось отношение, потому что самые разные люди награждались этой медалью, награждались этим орденом те люди, которые внесли вклад в современную Великобританию, те люди, которые совершили нечто очень важное, это могли быть прорывы в науке, могли быть прорывы в искусстве, это могли быть прорывы на каком-то дипломатическом поприще, то есть те люди, которые олицетворяли собой, так вот условно говоря, это не в официальном статуте ордена указано, но тем не менее, те люди, которые олицетворяют собой Великобританию современную, вот они в основном-то и награждались этими самыми орденами Британской Империи. Собственно, мужчина, который награжден орденом, он носит титул рыцаря, сэр, женщина, которая получает орден, она носит уже, соответственно, титул леди. Вот я вам рассказывал о том, как это происходило, можете посмотреть, вот все как положено, принц Чарльз в форме морского офицера, церемониальным мечом сначала на одно плечо этот меч кладет, потом на другое, и потом уже надевает орден на Льюиса Хамильтона. Вот он с мамой потом вместе с этим орденом выходит рассказывать журналистам, как он счастлив, как он доволен, и мама его тоже явно гордится. Мама гордится, команда Льюиса Хамильтона гордится, люди из его семьи, из его окружения гордятся. Но, вот, например, создатель современной Формулы-1 и бывший исполнительный директор всей этой серии гонок Берни Экклстоун, знаменитейший человек, собственно, он такой достаточно едкий, достаточно вредный, прямо будем говорить, он уже высказался тоже по поводу этого награждения. Сейчас он пребывает в статусе такого почетного пенсионера, который всегда комментирует Формулу-1 и все вокруг нее происходящее. К месту или не к месту, но вот комментирует. Так вот, Берни Экклстоун сказал, что он не понимает, за что, собственно говоря, наградили Льюиса Хамильтона. Он не считает, что этот человек достойный этой награды, он считает, что, наверное, значит, есть кто-то более достойный для того, чтобы представлять Британию в качестве, собственно говоря, сэра, в качестве, может быть, леди, в качестве, в любом случае, кавалера или рыцаря этого самого ордена Британской империи. Но при этом Экклстоун сказал, что, по его мнению, в прошлом достаточно многие люди тоже получали этот орден незаслуженно, что огромное количество кавалеров, рыцарей получили этот орден не потому, что реально заслуживали его, а потому, что вот такие были какие-то политические обстоятельства, и целесообразность диктовала вручение этого самого ордена именно этим людям, а не кому-то более достойному. Вот на самом деле, действительно, орден очень и очень скандальный. Достаточно сказать, что в истории его вручения с 1917 года, то есть он уже больше сотни лет вручается, были случаи, когда люди отказывались от него, когда те люди, которых уже представили, что называется, к этой награде, вдруг вслух заявляли о том, что они не хотят получать этот орден, что они не считают возможными для себя его иметь. Но самая громкая история была, когда поэт, он такого смешанного барбадовско-ямайского происхождения, он британский подданный, но его отец был с Барбадоса, а мать была с Ямайки, он родился уже, по-моему, в Лондоне, но совершенно точно в Великобритании. Зовут его Бенджамин Зефаная, и он публично отказался от получения этого ордена, сказал, что он не хочет получать ничего, что имеет отношение к Британской империи. Он был уже представлен к этому ордену после того, как Британская империя перестала существовать. Уже не существует Британская империя, нет такого государства. Теперь есть только Соединенное королевство в Великобритании и Северной Ирландии. Но, тем не менее, Бенджамин Зефаная сказал, что вот само название Британская империя отсылает к тем временам, когда его прабабки и его прадеды жили под гнетом Британской империи, что это империя, которая строилась на рабстве, на принудительном труде представителей самых разных народов. Он не хочет иметь вообще ничего общего. И вот он был одним из тех людей, которые прилюдно отказались от награды. Кроме того, известно, что от ордена Британской империи некоторое количество людей отказывалось, что называется, так втихаря. К ним обращались представители королевской семьи или вот этого самого ордена, который вручает награды. И говорили о том, что, ребят, мы вот хотим вас наградить. Как вы к этому относитесь? Если человек не публично отказывался, то об этом вроде бы как нигде не сообщалось. Но в середине или в самом начале 2000-х годов один из британских таблоидов опубликовал список тех людей, которые отказались не публично, но тем не менее отказались от получения этой самой награды, которая считается одной из самых таких высоких, одной из самых достойных наград в современной Великобритании. Там достаточно длинный, внушительный список. Среди тех людей, которые отказались, есть, например, актер Дэвид Боуи, есть несколько, прошу прощения, музыкант Дэвид Боуи, есть несколько знаменитых актеров, есть художники, есть писатели. Кстати, любопытно, вот еще что, в свое время, еще в 60-е годы, весь состав группы Битлз тоже, они получили эту самую награду, а потом, уже после распада Битлз, Джон Леннон вернул свою награду, протестуя таким образом против войны, протестуя против поддержки Великобритании, Соединенных Штатов Америки в войне против Вьетнама. То есть он вроде бы как не отказался сразу от награды, но, тем не менее, через какое-то время эту награду вернул. А была еще история, она вообще единственная, по-моему, в своем роде, история о том, как британцы решили, что называется, отобрать задним числом ранее выданную медаль. Это была медаль, которую получил человек по имени Чин Пен. Он был главой, руководителем малазийского движения сопротивления против японской оккупации в годы Второй мировой войны. И, по большому счету, в годы Второй мировой войны он был союзником Британской империи, которая воевала против японцев, воевала там, в Азии, против японской оккупации азиатских стран. И вот пока он был союзником Лондона, ему вручили торжественно, дали этот самый орден, и все было хорошо. Но потом, через некоторое время, этот же самый Чин Пен возглавил или стал одним из лидеров движения как раз антиколониального. И он уже воевал на стороне коммунистов против колониальных сил, которые все еще существовали после Второй мировой войны в Азии. И тогда в Британии было принято решение лишить его этого самого ордена, его задним числом ордена лишили. Вот такая вот, в общем-то, история с этим орденом. Повторюсь, да, он достаточно, достаточно такой противоречивая история с его награждениями или с награждениями. Но вот вы заметили, обычно, кстати, вот сувереном, что называется, этого ордена, это официальный совершенно титул, суверен ордена, то есть главой является королева Елизавета II, является действующий монарх. Вот это такое правило. Действующий монарх обычно награждает людей этими самыми орденами. Действующий монарх как раз прикладывает этот меч, ритуальный, церемониальный меч, к плечам того, кто награждается. Но вот вы видели на этом видео, не королева, не официальный глава ордена, а ее наследник и сын принц Чарльз вручал. Более того, королева даже, например, не появилась на торжественной церемонии, которая ежегодно проводится в декабре, церемонии оркестра шотландские гвардейцы, знаменитые шотландские гвардейцы в этих шапках, которые охраняют дворец. Вот они еще и проводили церемонию, музыкальную церемонию. Играют они какие-то предрождественские мелодии. И это одна из таких традиционных историй, которые каждый год проходят. Почетный караул меняется, меняется не просто так, а меняется под музыку, меняется в соответствии с какой-то давней традицией. И вот королева тоже отсутствовала на этом мероприятии, пропустила концерт. Из-за этого поползли слухи, что, может быть, со здоровьем 95-летнего монарха что-то не так, что, может быть, с ней что-то случилось. Нет, судя по всему, с ней все в порядке. Она даже уже дала официальные комментарии по поводу происходящего. Она пытается, таким образом, отказываясь от присутствия на каких-то официальных церемониях, от присутствия в каких-то общественных местах, дать сигнал своим поданным о необходимости вернуться к некоторым карантинным ограничениям, о необходимости вернуться к необходимости, ну, например, соблюдать социальную дистанцию и поменьше общаться. Даже известно, что королева отменила традиционный предрождественский завтрак, на который уже были званы около 40 человек, как члены королевской семьи, так и какие-то ее ближайшие друзья. Этой традиции уже очень много лет. Накануне Рождества утром собирается королева в кругу своих ближайших друзей и родственников, обмениваются новостями, обмениваются своими какими-то представлениями о том, что происходило за минувший год. В прошлом году не состоялась эта встреча из-за карантинных ограничений. И вот в этом году, несмотря на то, что уже были разосланы все приглашения, несмотря на то, что официальные представители Букингемского дворца сказали, да, сейчас мы соберемся, сейчас вот королева будет вновь возвращаться к традиции, мы ее возобновляем, и все будет как в старые добрые времена. Вдруг появился омикрон, вдруг появился вот этот новый штамм коронавируса, который в Британии уже достаточно активен, и появляются все новые и новые заболевшие этим самым штаммом, уже появляются и умершие от нового штамма коронавируса. И вот на фоне всей этой истории с новым штаммом, на фоне вероятной новой волны заболеваемости от коронавируса, королева Елизавета II решила, что она должна стать таким примером для подражания для собственных подданных, и распорядилась отменить все вот эти вот рождественские, предрождественские дела. Будет она в самом, скажем так, узком кругу, только вот ближайшие, ближайшие ее, те люди, с которыми она и так проводит время, ближайшие ее родственники, это ближайшие ее вот те, там, секретарь, коммердинер, кто-то еще. Никого из тех, кто в Букингенском дворце не живет или регулярно туда не приходит, туда не приедет, до тех пор, пока не будет каким-то образом понятно, что может противопоставить Национальная служба здравоохранения и ее величества этому самому новому омикрону. То есть королева повела себя, как настоящая королева, продемонстрировала своим подданным, как себя нужно вести, продемонстрировала своим подданным, что в такие непростые времена, а пандемия совершенно точно непростое время, нужно иногда жертвовать чем-то, что для тебя очень важно, в том числе и возможностью провести приятное время с родными и близкими. Собственно, королева не в первый раз так действует, королева уже очень много лет является главой Соединенного Королевства, еще, кстати, при ней была Британская империя, и при ней Британская империя прекратила свое существование, поэтому можно сказать, что королева Елизавета II была сначала монархом в одном государстве, теперь она монарх в совсем другом государстве. У нас, кстати, есть сюжет о судьбе этого, вот действительно, не побоюсь этого слова, удивительного человека. Давайте посмотрим, а потом пойдем дальше. Елизавета II не родилась наследницей Британского престола. Она появилась на свет 21 апреля 1926 года в семье второго сына правящего монарха Георга V. Первым в очереди на правлении стоял ее дядя, старший брат отца Эдуард. Эдуард действительно стал королем после смерти отца в январе 1936 года, но просидел на троне всего 9 месяцев и даже не был официально коронован. Вошедший в историю как Эдуард VIII в конце 1936 года он добровольно отрекся от престола ради брака с разведенной американкой Уоллис Симпсон. Действующему королю парламент не давал разрешения на эту женитьбу, видя в ней покушение на британские традиции и устои. Место отрекшегося брата занял второй сын Георга V и отец на тот момент 10-летней Елизаветы Георг VI. А девочка, бывшая старшим ребенком в семье, стала официальной наследницей престола. Правда, в те времена еще действовал закон, дающий преимущество мужчинам при наследовании короны и, появись у Георга VI сын, империя досталась бы ему. Но у короля было только две дочери – старшая Елизавета и родившаяся в 1930-м Маргарет. Девочки получили домашнее образование и никогда не ходили в школу. Среди их преподавателей были лучшие ученые межвоенной Британии, а с основами религиозных знаний будущую королеву, которой также предстояло занять пост главы англиканской церкви, знакомил архиепископ Кентерберийский. После занятия наследница и ее сестра развлекались домашними театральными постановками и верховой ездой. После вступления в Великобританию в Вторую мировую войну Елизавета просила отца разрешить ей вступить в войска, но монарх не решился отпускать 14-летнюю девочку даже во вспомогательные части. Вместо этого принцесса записывала радиообращения к нации, в которых призывала соотечественников оказать всю необходимую помощь солдатам и офицерам, защищающим свободу в борьбе против нацизма. В 1945 году по достижению совершеннолетия наследница, получившая право самостоятельно распоряжаться собственной судьбой, все-таки вступила в действующую армию. Командование отправило ее на курсы водителей и механиков, по окончанию которых будущая королева была приписана к одной из частей территориальной обороны. В случае нападений врага непосредственно на Великобританию, ей как военнослужащей пришлось бы возить солдат на передовую и самой обслуживать грузовик. Но к тому времени война уже подходила к концу, и принять участие в реальных боевых действиях Елизавете, к счастью, так и не довелось. А вот ее муж, наследник лишенного трона греческого короля, принц Филипп, сразу после начала войны отправился в военно-морской колледж, откуда уже в 1940 году был командирован на один из кораблей британского флота. Правда, в те времена Филипп и Елизавета, знавшие друг друга с детства, еще не были мужем и женой. В брак принцесса и ее избранник вступили в 1947 году. Потрепанная войной экономика Великобритании в ту пору еще не восстановилась окончательно. В стране действовала карточная система, и часть стоимости своего подвенечного платья принцесса оплатила талонами на продукты, которые полагались ей, как и всем остальным жителям государства. Первенец, наследный принц Чарльз, родился у монаршей семьи 14 ноября 1948 года. Всего у пары четверо детей, трое сыновей и дочь. На престол Елизавета взошла в 1952 году, после смерти ее отца. Тогда ей было всего 25 лет. Королеве не положен отпуск. Даже во время зарубежных поездок и сразу после родов она вносила предложения и правки в правительственные документы и законопроекты, отправляемые на рассмотрение в парламент. Каждый из британских премьер-министров, начиная с 1952 года, был утвержден на свой пост лично королевой. И каждый из них, как минимум раз в неделю, встречался с монархом, чтобы доложить ей о положении дел в стране и выслушать ее советы. И хотя формально следовать им министры не обязаны, авторитет королевы всегда был настолько велик, что ослушаться ее мало кто решался. Королева Елизавета II не только самый влиятельный человек в Великобритании, но и один из самых богатых. Ей и ее семье принадлежит шесть внушительных резиденций, больше ста тысяч картин и скульптур, огромная коллекция автомобилей, усыпанная бриллиантами корона и тысячи гектаров земли, включая невероятно дорогие площади в центре Лондона. Кроме того, собственностью монарха вот уже несколько столетий вполне официально считаются все лебеди на реке Темзи, а также все дельфины и все киты, обитающие в британских водах. Вот такая вот, видите, монарх, прям настоящий монарх. Даже китами и лебедями владеет. Что же тут говорить про людей-то, про простых. Что ж, желаем сейчас ей хорошего здоровья. Действительно, всем оно не помешает. Переходим к следующим историям. На Ближний Восток отправляемся. Там правительство Израиля решило следить за северными, северными приграничными территориями своей страны с помощью дирижаблей, с помощью вот огромных надувных шаров. Я замечу, что это, в общем-то, идея достаточно не новая, прямо можно сказать. Вообще, в принципе, получается, что вот эта вот сама идея воздухоплавания совершила полный оборот или почти полный оборот. Потому что самые первые такого рода надувные летательные аппараты как раз обычно использовались в качестве каких-то таких наблюдательных аэростатов. Ну, не то чтобы самые первые, но вот именно их такое серьезное военное применение как раз было таковым. Они использовались как устройство для наблюдения за вероятным противником, как устройство слежки, шпионажа и так далее. И вот теперь израильтяне хотят на своих северных границах, в первую очередь речь идет, я так понимаю, о ливанской границе и, вероятно, о границе Сирии. Вот хотят такие штуковины запустить в небо для того, чтобы они следили за происходящим там и, по возможности, ну, например, отслеживали какие-то там потенциально небезопасные для государства Израиль перемещения техники, людей и так далее, и тому подобное. Замечу, что это вот совсем для Израиля не новинка. Это для них, для израильского правительства, для израильской армии. Это совсем не то чтобы, ах, мы вот, смотрите, что-то новое придумали. И еще, наверное, около там, даже больше 10 лет назад, когда я впервые ехал в сектор газа, как раз туда можно было в те времена попасть только с территории Израиля, там издалека было видно, что, ну вот над самим сектором, вот буквально перед той стеной, которая окружала уже тогда сектор газа, на высоченном каком-то длиннющем шнуре висит в воздухе вот подобный тому, что вы видели сейчас на экране, воздушный шар. И снимать его было нельзя, нельзя было даже пристально на него смотреть. Это тут же могло вызвать кучу разных вопросов у военных, которые охраняли границу между Израилем и сектором газа. Но когда вот спрашивал у бойцов, ребята, что у вас тут такое висит, они говорили, да, вот это у нас наблюдательный аэростат, с которого ведется наблюдение за тем, что происходит на территории сектора газа. Теперь похожие, вероятно, просто несколько более объемные воздушные шары. И, кстати, не факт, что болтающиеся на веревках, возможно, что каким-то образом самостоятельно удерживаемые где-то на позиции воздухе появятся теперь не только на юге, а сектор газа к югу от Израиля находится, но и на севере. Тут еще важно понимать. Вот я пытался тогда разобраться, рассмотреть, кто там сидит, есть ли там какой-то человек, который находится где-нибудь в какой-нибудь, возможно, гондоле этого самого воздушного шара, который болтался и, вероятно, болтается до сих пор рядом с границей сектора газа, или там только какая-то важная техническая начинка. Рассмотреть это было невозможно, потому что достаточно высоко находился вот этот вот сам воздушный шар. Но вот известно, что вот новое, по крайней мере, поколение, то, которое вот сейчас уже создается и отправляется, кстати, создается с помощью американских исследователей, американских военных, вот там уже никакого, конечно, человека не будет. Это все абсолютно беспилотная история. Он будет управляться или уже управляется такого рода воздушные суда только откуда-то с земли удаленным оператором, и на нем нет наблюдателей. На нем есть видеокамеры, на нем есть тепловизоры, на нем есть самая разная какая-то сверхсложная техническая начинка, которая следит за происходящим как на земле, так и в небе. То есть, по большому счету, не только там тепловизоры, которые могут отслеживать передвижение людей или там автомобилей или танков на земле, установлены на такого рода дирижаблях или воздушных шарах, но еще и, скажем, радарные системы, которые смогут вовремя обнаруживать самолеты или ракеты, которые не по земле движутся, а, соответственно, летят в воздухе. И я так понимаю, что все это будет не само по себе действовать, все это будет так или иначе в целом комплексе работать, в комплексе, ну, например, с системой «Железный купол», которая предусмотрена, создана специально для того, чтобы перехватывать в воздухе ракеты, сбивать их, уничтожать до того, как они подлетят куда-то вот к потенциально уязвимым объектам, к городам, к военным базам и так далее. И вот сейчас Израиль, я так понимаю, пытается закрыться со всех сторон, а с юга, я уже сказал, достаточно давно такие штуки работают, теперь они хотят закрыться еще и с севера от потенциальной опасности со стороны своих арабских соседей. Известно, что вот уже буквально в каких-то финальных стадиях работа по созданию этих самых дирижаблей прямо сейчас находится. Возможно, что я когда сейчас об этом рассказываю, жители, скажем, Южного Ливана или друзы с голландских высот могут видеть уже, возможно, эти самые штуки в небе, наблюдать за ними и думать о том, надо же, ничего себе, как за сто лет, по большому счету, ничего не поменялось, даже, наверное, за сто с лишним лет назад. Потому что еще в годы Первой мировой войны очень похожие внешне на нынешние дирижабли, тоже поднимались в небо и в Европе, и в Азии, и на Ближнем Востоке самыми разными сторонами конфликта. По той простой причине, что очень многие стороны конфликта того самого Первой мировой использовали эти самые дирижабли, как я уже говорил, в том числе для наблюдения, ну и, кстати, еще и для противодействия тогда еще совсем новым боевым самолетом. В принципе-то история вот этих воздушных судов «Легче воздуха», их так принято называть, она достаточно-то длинная, уж, по крайней мере, куда длиннее, чем история самолетостроения. Давайте посмотрим сюжет об этих самых кораблях, воздушных кораблях «Легче воздуха», и потом пойдем дальше. Изобретатели и промышленники подошли к идее создания дирижабля на рубеже 19-го и 20-го веков. Самолетов в то время еще не существовало, а воздушные шары, известные в Европе уже не первое десятилетие, были скорее развлечением, чем настоящим воздушным судном, способным перевозить грузы и пассажиров на значительное расстояние. Уже в 1870-е годы публикуются первые описания и даже чертежи аппаратов, которые позже получат название «Дирижабль». Как и воздушные шары, эти корабли должны были подниматься в воздух с помощью горячего воздуха. Но вот закачивать этот воздух предполагалось не в мягкую резиновую оболочку, а под легкий, но прочный металлический каркас. Использование каркаса теоретически позволяло в разы увеличить размеры летательного аппарата, сделать его заметно более устойчивым к ветру, дождю и снегу, так мешавшим первым воздухоплавателям. Ну и наконец, аппарат с жестким каркасом способен лететь не только по ветру, но и против него, за счет возможности установить на него двигатели. Построить такой аппарат пытались многие изобретатели, но денег, довести начатое до конца, хватило у считанных единиц. Первым из них был австро-венгерский инженер Давид Шварц. Правда, первый его «Дирижабль», построенный в 1892 году по заказу Российской империи, погиб еще перед самым первым полетом. По какой-то причине воздушное судно погибло на этапе заправки его горючим газом. А вот второй аппарат Шварца, построенный уже для Германской империи в 1897 году, сумел подняться в воздух. Но проблемы с двигателями привели к тому, что он упал и, ударившись о землю, развалился на куски. Правительство Кайзера решило судно не восстанавливать. Возможно, решение это было связано с тем, что кто-то из немецких министров знал о разработках Фердинанда фон Цапеллина в области воздушных кораблей. Немецкий генерал фон Цапеллин всю жизнь прослужил в пехоте, но в самом конце 19 века заинтересовался воздухоплаванием. Сам он рассказывал, что заняться дирижаблями его заставили впечатления, полученные еще в молодости в США, где он находился в качестве немецкого наблюдателя во время Гражданской войны 1861-1865 годов. Армия Северных Штатов в те годы активно использовала разведывательные воздушные шары для наблюдения за передвижениями противника. Немецкий офицер так впечатлился этим американским изобретением, что, выйдя в отставку, взялся за усовершенствование разведывательных аэростатов. Его первый аппарат, названный LZ-1, поднялся в воздух летом 1900 года. Пробыл он в воздухе 20 минут, но разбился при заходе на посадку. В 1906 году новый дирижабль LZ-3 уже поднимался и приземлялся без проблем. Фонд Цепелин организовал серийное производство своих машин и двигателей к ним. Аэростаты Цепелина начали перевозить людей и грузы по территории, тогда еще существовавшей Германской империи в 1909 году. Вскоре после начала Первой мировой войны изобретению генерала нашлось и боевое применение. Всего через несколько недель после вступления Германии в войну, 6 августа 1914 года, с дирижабля были сброшены бомбы на бельгийский город Льеж. В той бомбардировке погибло 9 человек. Позже Цепелины, как прозвали эти машины, использовались при атаках на Париж, Лондон и другие города противников Германской империи. Последний боевой вылет Цепелина в Первую мировую состоялся всего за несколько месяцев до капитуляции немцев в ноябре 1918 года. После Первой мировой свои дирижабли начали строить и американцы. В те времена многим казалось, что именно за этими машинами будущее, и именно они, а не часто ломающиеся маленькие маломощные в те времена самолеты, будут настоящими хозяевами небес. Но после того, как в апреле 1933 года 75 человек погибли в двух, последовавших одно за другим крушениях, сначала пассажирского дирижабля «Акрон», а потом и отправленного на поиски «Акрона» разведывательного аэростата, американцы начали сворачивать работу над летательными аппаратами легче воздуха. Немцы же продолжали строить и эксплуатировать свои Цепелины, которые с годами становились все мощнее, роскошнее, но отнюдь небезопаснее. Технологии 30-х годов позволяли сделать полеты на аппаратах легче воздуха почти безаварийными за счет использования гелия для наполнения каркаса. Однако своего производства гелия у немцев не было, а страны Запада, оплодающие такими производствами, не спешили продавать свой гелий, пришедшим к власти в Германии нацистам. Поэтому в Цепелины закачивался исключительно взрывоопасный водород. Для минимизации вероятности возгорания у всех пассажиров этих летающих кораблей изымались спички и зажигалки, на кухнях работали только электрические плиты, а на борт запрещено было подниматься людям с металлическими набойками на каблуках. Какое-то время эти меры предосторожности действительно выручали, но в 1937 году произошла катастрофа, фактически поставившая крест на коммерческом использовании дирижаблей. 3 мая из Франкфурта вылетел дирижабль Гиндербург, один из флагманов немецкого воздушного флота. За три дня он одолел Атлантический океан и прибыл в американский штат Нью-Джерси. При заходе на посадку аппарат внезапно загорелся и за несколько минут был полностью уничтожен огнем. Из 97 человек, находившихся на его борту, 35 погибло. Смертельное ранение получил и один рабочий на земле. Как выяснило следствие, причиной пожара стала техническая неисправность. Окончательно же уйти со сцены дирижабли были вынуждены в результате активного развития самолетостроения после Второй мировой войны. Как оказалось, самолеты способны перевозить большее, чем дирижабли, количество грузов и пассажиров при значительно более высоких скоростях движения. Вот история, как я уже говорил, делает круг. Дирижабли, казалось бы, навсегда исчезли, ушли из человеческого обихода, но им все время находится какое-то новое применение, военное или околовоенное. Сейчас в Европе, кроме всего прочего, набирают популярность туры на дирижаблях в Германии. Можно покататься, причем это все стоит очень-очень дорого. Это явно такая забава уже для богатых людей. Когда-то казалось, что за ними будущее, теперь за ними будущее только у какого-то либо крупного капитала, либо у каких-то компаний, завязанных на оборонные бюджеты. Что ж, это была история про дирижабли, про то, как они возвращаются в таком новом для них, новом старом для них амплуа. Сейчас пора посмотреть на то, что происходит в Афганистане и вокруг Афганистана. Буквально только что, несколько дней назад, закончился саммит организации исламского сотрудничества, который проходил в Пакистане, в соседнем с Афганистаном Пакистане, в Исламабаде. В ходе этого саммита была проведена специальная сессия, посвященная происходящему в Афганистане, посвященная надвигающемуся на Афганистан гуманитарному кризису. Собственно, хозяин саммита, глава пакистанского правительства Имран Хан, сообщил о том, что есть все основания опасаться действительно очень серьезной опасности, прошу прощения за эту автологию, опасаться того, что миллионы людей в Афганистане окажутся в ситуации реальной угрозы жизни из-за голода, из-за отсутствия медикаментов. Имран Хан прямо сказал, что Афганистан на глазах погружается в хаос и нужно что-то предпринимать немедленно. А что предпринимать немедленно? Ну вот, в ходе этой специальной, будем так ее называть, афганской сессии представители Исламской Организации Сотрудничества предложили создать специальный фонд, гуманитарный фонд, из которого будут оплачиваться продукты, медикаменты, все необходимое для выживания тем людям, которые сейчас в Афганистане действительно оказались на грани выживания. Плюс ко всему, и такие призывы тоже звучали со стороны участников саммита, они обращались, например, к правительству Соединенных Штатов Америки с требованием разморозить, или с просьбой разморозить счета предыдущего афганского правительства, которое вот сбежало перед лицом талибов. Их счета были расположены в американских банках, это речь идет о миллиардах долларов, но сами американцы правительства талибов не признают, и, соответственно, именно поэтому не хотят размораживать их счета, не хотят давать им возможность распоряжаться теми самыми миллиардами, которые сейчас сконцентрированы в американских банках. Замечу, это тоже важно отметить, что вот вопреки всем этим заявлениям о том, что нужно признать, нужно помочь, нужно разморозить, сами представители вот тех стран, которые принимали участие в саммите, тоже, собственно, не горят желанием и не спешат признавать правительство талибов. Очень показательная история. Когда по итогам этого саммита была традиционно устроена фотосессия, на эту фотосессию позвали всех глав делегаций, принимавших участие в переговорах, принимавших участие, в том числе вот в этой специальной сессии по Афганистану, представителя талибской власти, который присутствовал там и который выступал с какими-то заявлениями, не позвали на фотографирование. То есть, ну, ему так и, наверное, объяснили, что у нас фотографируются только те ребята, только те представители тех правительств, которые официально признаны. Поскольку вас мы официально не признаем, будь добр, постой в сторонке, пока все остальные будут улыбаться фотографам, пока все остальные будут позировать для общего снимка. Там действительно речь идет сейчас в Афганистане об очень серьезных проблемах, потому что за пределами больших городов люди уже испытывают недостаток пищи. В больших городах хотя бы есть возможность где-то какое-то там что-то поменять, какая-то возможность есть там какую-то домашнюю электронику или мебель поменять на простейшую еду в деревнях, в маленьких городках такой возможности уже нет. Более того, не получают месяцами зарплату государственные чиновники и среди государственных... Вот в число тех людей, которые работают на государство и месяцами не получают зарплату, в числе этих людей оказались, например, учителя. Учителя вынуждены оставлять работу в школах и идти заниматься какой-то другой работой только для того, чтобы прокормить свои семьи. И это усугубляет, реально усугубляет и без того чудовищный гуманитарный кризис. Почему? Потому что без учителей закрываются школы и дети не получают образование. То есть будущее Афганистана, новые афганские поколения оказываются лишены доступа даже к самому простому, даже к самому начальному образованию. Их некому учить, считать, читать, писать, некому учить. Вот каким образом в принципе-то получаются знания. И эти дети лишены возможности, вот прямо сейчас лишаются возможности каким-то образом понять вообще, как познаётся мир, каким-то образом понять, как в принципе взаимодействуют в этом мире друг с другом люди. И это действительно есть опасность, что это будет потерянное поколение. Это поколение тех людей, которые не будут понимать, как что в этом мире устроено. Они будут лишены даже самых примитивных знаний об окружающей их действительности. А в Америке, как я уже говорил, тоже, собственно говоря, не спешат признавать правительство талибов. И, соответственно, именно из-за этого не спешат размораживать те активы, которые накоплены в американских банках. Хотя теоретически, теоретически, эти активы могли бы действительно спасти страну. За счёт этих денег можно было бы обеспечить закупку гуманитарной помощи, начать платить деньги тем людям, которые распределяют эту гуманитарную помощь, тем людям, которые работают в школах, в больницах, в детских садах. Ну то есть действительно дать возможность каким-то образом, но всё-таки существовать тем структурам, которые без денег существовать в принципе не могут. А там речь идёт даже о том, что те люди, которые могли бы теоретически начать куда-то ездить, раздавать хлеб, они не могут физически нанять, там, грубо говоря, водителя, они не могут нанять на месте, нанять каких-то себе помощников для того, чтобы просто развести гуманитарную помощь, просто её где-то раздать. Какие-то водители приезжают из-за рубежа, какие-то там волонтёры приезжают из соседнего Пакистана или из Индии, но этого недостаточно. И очень часто гуманитарные организации работают именно таким образом. Они приезжают, так это, кстати, повсюду было, в Ираке так работали и работают. Похожим образом люди работали и работают в странах Африки. Приезжают представители Красного Креста, Красного Полумесяца, любой другой какой-то гуманитарной организации, и они на месте нанимают сотрудников для себя, для того, чтобы выстраивать вот эту вот самую сеть по раздаче и дистрибуции гуманитарной помощи. Афганистан отрезан сейчас от международных каких-то банковских сетей. Он не включён во все эти схемы взаимодействия межбанковские. Именно поэтому даже если туда завтра приедет какой-то безумный огромный десант представителей самых разных гуманитарных организаций, они толком ничего не смогут сделать. У них не будет возможности нанять местных сотрудников, которые знают местную специфику, которые понимают местные языки, которые отдают себе отчёт, куда можно, куда нельзя ехать, где опасно, где более-менее безопасно, кто в первую очередь требует помощи. А в самой Америке, кстати, как я уже говорил, сейчас сравнивают афганский свой опыт, последний опыт, оттуда уже эвакуированы. Все американские военнослужащие с опытом вьетнамской войны. Действительно, очень много общего. И, скажем так, и попытка создать государственность с помощью оккупационных сил, и ставка на коррумпированные элиты, и решение вывести свои войска, которые в конце концов закончились крушением того самого режима, на который делали ставки. У нас есть даже сюжет про войну во Вьетнаме. Давайте посмотрим его, и действительно заметим, как много общего между американским опытом во Вьетнаме, старым уже нескольких десятилетий ему, и новым опытом американского присутствия в Афганистане. Давайте посмотрим, а я на этом прощаюсь. Всего хорошего. Увидимся через несколько дней. Вьетнамская война стала лишь финальной частью конфликта, начавшегося еще в конце XIX века. В 1887 году французская армия заняла обширные территории Юго-Западной Азии, изгнав оттуда прежних хозяев – китайцев. На этих территориях Париж образовал свою азиатскую колонию, получившую название «Французский Индокитай». Включала эта колония и территорию нынешнего Вьетнама. Вскоре после начала Второй мировой войны Франция капитулировала перед нацистской Германией. Часть ее территории была занята немцами, а во французском Индокитае развернули свои войска немецкие союзники – японцы. Таким образом, вместо одного оккупанта во Вьетнаме появилось сразу два – Франция и Япония. Для борьбы против двух колониальных империй в годы Второй мировой во Вьетнаме была создана Лига освобождения Вьетнама, известная как Вьетминь. Возглавил Лигу вьетнамец Хо Ши Мин. В молодости увлекавшийся националистическими идеями к концу Второй мировой Хо Ши Мин был уже коммунистом и мечтал о строительстве нового социалистического Вьетнама. Это вовсе не мешало Соединенным Штатам поддерживать его самого и его организацию. Вашингтон видел в них самых боеспособных партнеров по борьбе с японцами и исправно отправлял вьетминю оружие и боеприпасы. Вместе с бойцами Хо Ши Мина во Вьетнаме даже какое-то время действовали агенты Американского управления стратегических служб. Так тогда называлась знаменитая ныне ЦРУ. После окончания Второй мировой и ухода японских войск Вьетминь продолжил войну против Франции и установленного ею марионеточного правительства. Отряды Хо Ши Мина захватили север Вьетнама, на территории которого провозгласили Демократическую республику Вьетнам. Южная часть страны со столицы в Сайгоне осталась за профранцузскими силами. Именно в Сайгоне, к слову, проходил армейскую службу французский актер Ален Делон в начале 50-х годов прошлого века добровольно вступивший в морскую пехоту и отправившийся воевать за сохранение колониальной империи. Но усилия Делона и десятков тысяч его французских товарищей к успеху не привели. Империя трещала по швам и Парижу никак не удавалось ее удержать. Поворотной точкой в борьбе Франции с Хошимином и Вьетминем стало 7 мая 1954 года. Именно в этот день капитуляции десяти тысяч французских солдат и офицеров закончилась растянувшаяся на много недель битва у поселка Дьон-Бьон-Фун. Французское общество было потрясено потерями и требовало прекращения войны. Париж поспешил заключить мирное соглашение с коммунистами, предписывающее в скором будущем сформировать единое правительство и объединить две части Вьетнама. А после этого французская армия покинула Азию. Место французов вскоре заняли американцы, давно уже опосредованно принимавшие участие во вьетнамском конфликте. Париж, умело манипулируя страхами Вашингтона, убедил правительство США взять на себя львиную долю расходов на войну против коммунистов и именно необходимостью не допустить распространения коммунизма в Азии, объясняли американские политики решение о военной и финансовой поддержке южного антикоммунистического правительства Вьетнама. Коррумпированное и неспособное к диалогу, это правительство не только не победило северных коммунистов, но и настроило против себя многих жителей юга, влившихся в движение сопротивления. Называлось это движение «Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама» или «Вьетконг». Его победы над слабым, но ориентированным на США правительством, считали Вашингтоне, приведет к тому, что сначала Вьетнам, а затем и вся Азия окажутся в руках коммунистов. Для того, чтобы не допустить этого, президент США Джон Кеннеди санкционировал в 1962 году отправку 9 тысяч американских военнослужащих в Южный Вьетнам. В 1963, уже после убийства Кеннеди, в Азию отправились еще несколько тысяч солдат и офицеров. А в 1964 началась операция «Раскаты грома» – массированная бомбардировка лесов, в которых, как предполагалось, скрывались партизаны и по которым пролегали их пути снабжения. За пару лет американцы сбросили на Вьетнам больше бомб, чем на всем Тихоокеанском фронте за всю Вторую мировую. Но победы это не принесло. Вьетминь и Вьетконг по-прежнему были сильны и все еще представляли угрозу. Для ее ликвидации США продолжили переправку армейских соединений во Вьетнам. В 1967 году в Азии находилось уже полмиллиона солдат и офицеров США. Война затягивалась и становилась все более ожесточенной. В Америке набирало силу антивоенное движение. Солдаты массово дезертировали из армии, призывники бежали от отправки во Вьетнам, в Канаду или в Европу. Вашингтон пытался договориться с политическими наследниками умершего еще в 1969 году Хошимина, но отказался выполнить главное их условие – отставку коррумпированного южно-вьетнамского правительства. Война продолжилась, причем боевые операции и мобордировки затрагивали не только Вьетнам, но и соседние – Камбоджу и Лаос. В 1973 году американцы наконец покинули Вьетнам. Они переложили ответственность за происходящее в стране на армию и правительство Южного Вьетнама. В Сайгоне осталось несколько сотен сотрудников посольства США, представителей государственных агентств и небольшое количество военных, охранявших дома и офисы американских граждан. Всех этих людей и сотрудничавших с ними вьетнамцев пришлось срочно эвакуировать в конце апреля 1975 года, когда Вьетконг внезапно развернул удачное наступление на Сайгон. Американцев и несколько тысяч вьетнамских граждан вертолетами перевезли на корабли флота США прямо с крыши посольства в Сайгоне. Еще несколько десятков тысяч местных жителей покинули Вьетнам на лодках и катерах, боясь расправы со стороны коммунистов за сотрудничество с американцами. Всего беженцами стало не меньше 130 тысяч человек. Вьетнам был объединен под властью коммунистов, захваченный Сайгон переименовали в Хо Ши Мин. Война унесла жизни до 4 миллионов человек, многие из которых были мирными жителями. Американцы потеряли убитыми больше 58 тысяч человек. Около полутора тысяч военнослужащих США до сих пор числятся пропавшими без вести на войне, которая закончилась еще в середине 70-х годов. Редактор субтитров А.Семкин